Продолжение следует... Ну, назову вам все равно состава в первоначальных вариантах. Баллисты хозяев это вратарь Павел Ковалев, полевые игроки, 7 номер Александр Разоренов, Георгий Махатадзе, 6 капитан команды, Евгений Фетисов, 4, Алексей Нескромный, 23, Василий Левин, 25, Никита Дорофеев, 17, Иван Голанин, 8, Иван Шаров, 12, Михаил Исов, 11, Роман Тугарев, 14. И, как я уже сказал, появился на поле Павел Пацанин по 20 номерам. Кого он заменил, к сожалению, пока не знаю. И футболисты московского «Спартака». На воротах Александр Максименко, полевые игроки, 26-й Леонид Миронов, Кирилл Фейфлактов, 3-й, Максим Ларин, 5-й, Николай Расказов, 15-й, Павел Леухин, 6-й, Владислав Радилкин, 4-й, Александр Дмитрюк, 19-й, Александр Ломовицкий, 7-й, Никита Киселев, 17-й и Данил Макеев, 11-й. Очень упорным получился первый тайм. Борьба шла на каждом участке поля, и счет открыть никому не удалось. Получится ли во второй половине встречи? Посмотрим. Фейфлактов делает длинный заброс направо, там Киселев принимает мяч и получает по ногам сзади. Штрафной удар. В первом тайме тоже было очень много штрафных ударов, очень много угловых, особенно у наших ворот, к сожалению. Хорошо, что ни один из них не привел к пропущенному мячу. Подача. Здесь играет спокойно вратарь железнодорожников Павел Ковалев и разыгрывает с ближним. Да, Павел Ковалев ни разу, по-моему, за первый тайм он не вынес мяч далеко, постоянно с центральными защитниками, которые находятся рядом с ним, разыгрывает мячи. А вот сейчас на свежего игрока следует длинная передача. Павел Пацанин почти зацепился за мяч, но почти не считается, и удар от ворот. Максименко. Следом на поле выйдут команды 1997 года рождения, поэтому никуда не отключайтесь, ни в коем случае. Напомню, сегодня всего два матча, другие все состоялись вчера и тоже получились весьма упорными. Разделки в центре поля, нарушает правила. Махатадзе. Фетисов, вновь Махатадзе. Длинный заброс. Кому-то надо играть. Вроде бы сначала дернулся из ворот Максименко. Поле держится, кажется, за лицо. И вполне возможно, что все-таки потребуется замена, потому что не слишком он спешит, пока вернется на поле. А пока Спартак начинает свою атаку, Макеев направо. Киселев убирает под левый мяч, пытался протолкнуть на Макеева, не вышло. Перехватывает у железнодорожники мяч. Пытается убежать в ответную контратаку. Обыграет в центре поля. И здорово в подкате. Играет, кажется, это был Миронов. Ломовицкий на левом фланге. Смещается в центр. Трех прошел. Получает по ногам штрафной удар. Штрафной удар на самой линии штрафной площади. Решился обострить Ломовицкий эпизод. Пошел смело на троих сразу. И заставил сфалить на себе. Немножко не хватало это в первом тайме. И сейчас мы получили очень опасный стандарт. Сразу Кирилл Феофилактов подтягивается к мячу. Возможно, именно он будет исполнять этот удар. Ну, рядом есть и Ломовицкий, рядом и Разделкин. Или Люхин тоже. Подходит. О чем-то они долго совещаются, обнявшись. Видимо, решают. Кто будет исполнять, да и что вообще последует. Потому что угол все-таки немножко так островат, как кажется, для прямого удара. Хотя вполне можно закрутить ближнюю девятку. Ломовицкий и Феофилактов остаются у мяча после споров. Удобнее, конечно, с правой ноги исполнить этот удар. Ну, посмотрим. Феофилактов, удар. Нет, в стенку в стенку попадает. С досады бьет по газону ногой наш футболист. Здорово на перехвате. Лилюхин. Эх, замешкался чуть-чуть с передачей. И придется вторым темпом теперь вызывать эту атаку. Феофилактов, длинный перевод. Налево. Ларин. Разделкин. Разделкин. И на Лилюхина. Лилюхин в центре поля. Да, второй тайм начался. Для спартаковцев гораздо приятнее, чем первый. Теперь они уже владеют инициативой. Теперь они уже хозяева на поле. Теперь они уже из раза в раз угрожают воротам соперников. Главное не нарваться на контратаку. Отлично, отлично в отборе действует Миронов. Второй раз подряд. Получает по ногам на правом фланге Киселев. Но игра продолжается. Киселев встает. Включается в прессинг. И заставляет футболиста Локомотива просто вынести мяч. Куда подальше? Лилюхин. Нет, не точная передача. Макеев находился рядом с мячом. Попытался навязать борьбу. И через вратаря действуют железнодорожники. И снова мы смотрим действия под названием перекатывание мяча в центре поля двумя центральными защитниками Локомотива. Ну нет, следует длина передача на левый фланг. Плотно действуют наши защитники у своей штрафной. Подача! Надо пособранней. И хорошо. Отбились. Некому было адресовать мяч. Разделки, но ее просто выбивает он вперед. А у футболистов Локомотива еще одна замена. Дмитрий Рабчинский появляется на поле. Меняет он Михаил Лысова, 11 номера. Вторая замена уже у хозяев. Нет, Никита Дорофеева он все-таки заменил. 17 номера. А наши футболисты пока по-прежнему обходятся без изменений в составе. Ларин. Передача на Ломовицкого и Аут. Дмитрюк ставил корпус. Потолкнули его в спину. Быстро спартаковцы разыграли мяч. И судья просит перебить, потому что удар выполнялся по качачемуся мячу. Миронов. Фефелактов. Разделкин в центре. Переводит направо. Нет, не дойдет передача эта до Киселева. Предугадал развитие событий защитных хозяев и перехватил мяч. Разделкин включился в борьбу. Здорово сыграл в отборе. Дмитрюк в центре. Нет, нет, нет. Это плохая передача. На Макеева. Не имел она ни малейшего шанса дойти до адресата. И аут. Миронов. Ларина накрыли. Не дали ему толком поднять голову. И выбили мяч за боковую линию. Железнодорожники. Ларин. Дмитрюк. Хорошо. Выходит из непростой ситуации. Лилюхин в центре поля. Ломовицкий. Ну, ставит ему грамотно корпус. Правый защитник хозяев. В итоге даже Ломовицкий чуть-чуть подтолкнул своего оппонента. И нарушил правила. Махатадзе. Длинная передача. Феффилак, то надо выбить этот мяч. Выбить мяч не получилось, но получилось усложнить жизнь нападающему. Хозяев пробил он из непростой ситуации по воротам, но попал лишь в электронное табло, которое находится за нашими воротами. Табло показывает 52-ю минуту. Счет не открыт 0-0. Матч между командами «Локомотив» и «Спартак». Команды 1998 года рождения. Летнее первенство Москвы по футболу. Лилюхин. Хорошая передача на Ломовицкого. Ломовицкий. Ох, как здорово Ломовицкий сейчас действует. Разобрался в сложнейшей ситуации. Прокинул себе мяч на ход и уткнулся в спину защитника. И, естественно, это нарушение правил. Блокировочка была такая небольшая. Лилюхин не спеша подходит к мячу. Будет выполнять подачу в штрафную площадь. Пять раз «Партак» в чужой штрафной. Еще двое на подходе. Подача. Хорошая подача. Замыкать гол! Нет, положение у меня игры. Пишу вас огорчить. Положение вне игры. Кажется, что Разделкин, который замыкал передачу, все-таки находился за линией защитников-хозяев. И если первоначальная скидка после навеса Илюхина была из верного положения, то замыкавший партнер находился все-таки, наверное, во всайде. По крайней мере, так решил боковой арбитр. И, к сожалению, этот гол у «Спартака» отняли. Фетисов, Махатадзе. Галанин. Галанин в стеночку. Хорошо играет футболист «Толкомотива». Продвинулись далеко вперед к нашим воротам. И сразу же чуть-чуть оттянулись назад. В центре поля уходит. Почему-то дал себя рассказов обыграть. Подача. Нет, попадает в спину. Феофилактовый будет выполняться угловой удар. 55-я минута. У нас идет. Разделкин перехватывает эту передачу. «Спартак» убегает в контратаку. Пас направлений Макеева. Нет, у Макеева, судя по всему, не получится зацепиться за эту передачу. Хотя он здорово идет в борьбу. Отнимает мяч и получает по ногам. И это желтая карточка. Не вторая ли она у футболиста? Вторая. Вторая. Вот так Василий Левин заставил себя обокрасть. Позволил себя обокрасть. Сфалил против убегающего Макеева. И заработал вторую желтую карточку. И в меньшинстве остаются футболисты «Локомотива». Как снег на голову, судя по всему, упало это удаление. И теперь оставшиеся 25 минут ожидают быть для «Локомотива» очень тяжелыми. Потому что игра была и так, как на качелях, такая равная. А теперь, когда у одной команды будет на одного футболиста меньше, перевес может здорово сдвинуться в одну из сторон. Лилюхин внимательно подходит к выполнению этого стандарта. И удар поворотом. Без свистка наносит Лилюхин. И за что получает предупреждение от арбитра. Интересно. Интересный эпизод. С одной стороны предупреждение, а с другой стороны еще одна попытка исполнить стандарт. Хотя, конечно, желтая карточка совершенно ненужная. Еще раз указывает на свисток, который находится у него в руках главный арбитр встречи. Лилюхину, чтобы наверняка понял, что придумает наш капитан сейчас. Вновь удар. На этот раз в створ ворот. Но уверенно справляется с ним вратарь хозяев. Скидывает мяч на левый фланг. Контратака. Получится ли? Догоняет. Догоняет. Никита Киселев позволяет убежать в контратаку. Максименко должен забрать этот мяч. Наверное, с ближним стоит разыграть. Феофилактов. Поднимает голову, ищет партнеров. Увидел Ломовицкого. Делает на него передачу. Подбор за спартаковцами. Разделки. Немножко неаккуратно, небрежно так. Обрабатывает отскочивший мяч. Слишком высоко вверх его подбивает, и Спартак с мяч потеряли. Неплохо. Из непростой ситуации уходит 12 номер железнодорожников. Получается, у них опасна контратака. Обыгрывает он Ларина, но Феофилактов на постраховке безупречен. Высказывает претензии Владимира Жубанов-разделки, но за тот самый эпизод в центре поля, когда неаккуратно он подработал мяч. Феофилактов. Длинный заброс направления Ломовицкого. Не доходит. Ларин на левом фланге. Рядом Миронов. Феофилактов. Полностью перехватили инициативу спартаковцы. И справедливости ради произошло это еще до удаления в составе железнодорожников. С самых первых минут второго тайма. А теперь это преимущество еще больше увеличивается. Главное довести его до забитых мячей. Потому что хоть Спартак сейчас, Спартак с 98-го года рождения и занимает первое место в таблице своего зачетного возраста, но по потерянным очкам все-таки отстают от армейцев. И терять очки сегодня совершенно не хочется. Тем более, когда благоволит ситуация, когда имеешь на одного футболиста в составе больше. Да и когда, впрочем, в общем-то, неплохо складывается игра. 23 номер появляется у нас на поле. Сариф Сейхаджа вышел у нас на поле. Не сразу справился с этой тяжелой фамилией. Прошу прощения у зрителей. Пришлось просить помощи у пресс-атташе нашей команды, Юлии Казаковой. За что и огромное спасибо. Вот как раз свежий игрок нашей команды с мячом. Вновь получает мяч Сейхаджа. Подрабатывает под правую. Передача на правый фланг. Киселев. Нет. Прерывает защитник хозяев эту передачу. Киселева и будет угловой удар. Кстати, на замену у нас отправился Павел Лилюхин. Один из самых активных игроков, я считаю, в нынешнем матче. Максименко. Ох, как-то казалось, чуть не попал. У игрока соперников получилось бы очень неприятно. Но хорошо, что все хорошо закончилось. Справым флангом атакуют спартаковцы. Смещается в центр. Ломовицкий. Киселев. Подача! Удар! Нет, не получается. Удар. И удар от ворот. Поменялись флангами Киселев с Ломовицким в данном эпизоде. Ломовицкий оказался справа, Киселев слева. Но сейчас вновь все вернулось на прежние места. Удар от ворот. Вообще надо бы, конечно, поторопиться нашим футболистам, потому что играть остается еще чуть более 17 минут. А очень хочется забитых мячей. Напомню, играем мы в большинстве после удаления Василия Левина в начале второго тайма. На счет пока открыть не удается. 0-0. Ломовицкий. На Сейхаджа, чуть назад. Фефелактов направо, Рассказов. Рассказов, заброс. Нет, не получается заброс. Получается он не точным. И вновь потеря. Потихонечку спартаковцы включают и прессинг. Понимая, что все-таки надо каким-то образом забивать. Уже прессингуют они на чужой половине поля. Раньше этого не было. По крайней мере, в первом тайме. Постоянно они оттягивались назад. Позволяли железнодорожникам катать мяч на своей половине поля. А сейчас вот, смотрите, пожалуйста. Дмитрюк прессингует сначала защитника, потом вратаря. И приводит к потере мяча. Здесь нарушили правила, конечно же, в центре поля. Против Миронова. Сейхаджа направо рассказывал. Рассказывал не точная передача на Разделкина. И вновь придется действовать в отборе. Как-то отбирать мяч. Хорошо, что Локомотив в данном эпизоде сам отдал нам. Фефелактов. Рассказов. Рассказов. Есть у него перед ним свободное пространство. Решается сделать он пас в центре. И получается он неточным. Очень неудачный пас. И слабый, и в недодачу. И очередная потеря. Футболист Толкомотив отвечает взаимной любезностью. Запускаем мяч за боковую линию. Успокоилась игра как-то у нас. Давно уже никто никого не тревожил. Опасными острыми ситуациями. Постоянно. Невынуждены потери. И минимум ударов поворотом. Ларин. Снова неточная передача. Снова ошибка. 66-я минута. Подходит к концу. Матч между Локомотивом и Спартаком. Команды 1998 года рождения. Ну что. Будет ли Спартак прессинговать? Заставлять футболистов Локомотива выбивать мяч далеко вперед? Феофилактов. Рассказов. Разделкин. Макеев. Разделкин. И вновь Разделкин. Феофилактов. В недодачу этот пас. Ларину пришлось сделать такое небольшое ускорение чуть назад. Миронов. Рассказов на правом фланге. Но все это без продвижения вперед. Перекатывание мяча. Контроль мяча. Это хорошо, но без продвижения. Длинный заброс и потеря. Аут в пользу Локомотива. Из свеча взмывает у нас над малой спортивной ареной Локомотив. Сантриполе нарушает правила Дмитрюк. Недоуменно смотрит на арбитра, показывая, что он тут не при делах. Но арбитр остался непреклонен. Будет выполняться штрафный удар. На кратке. Футболисты Локомотива разыгрывают мяч. Макеев прессингует. Разделкин прессингует. Отбирает мяч на Макеева. Чуть-чуть небрежно. Но все равно дошла передача до нашего нападающего. Под правом нагонивый мяч. Передача на ход Рассказово. В стеночку хотел Рассказово сыграть с Разделкиным. Нет, Разделкин не смог выполнить передачу. Как бы теперь футболисты Локомотива в контратаку не убежали. Но здорово Сайхаджа играет в отборе. Чуть назад на Максименко. Максименко на Фифилактова. И все спокойно. Ларин. Сайхаджа. Дмитрюк наступает на мяч. Немножко теряет скорость. Ломовицкий. Попытался играть в отборе. Да, все правильно делают спартаковцы. Не дают спокойно катать мяч на своей половине поля футболистам Локомотива. Мы знаем, что они делать это могут долго. Тем более сейчас, когда играют в меньшинстве. И замена. Или не замена, или просто нужно покинуть пределы поля нашему футболисту. Футболисту. Да, попросил главный арбитр встречи. Разделкина. Обратиться к медперсоналу. Видимо, что-то подклеить надо ему. Кровь, наверное, ноге выступила. Но сейчас вернется на поле, все будет в порядке. Аут на правом фланге. Взбрасывает футболист Локомотива. Макеев прессингует галкипера. Кипер убивает мяч в аут. Возвращается. Разделкин на поле. Сейхаджа часто получает мяч после выхода на замену этот футболист. Ломовицкий обыграл. Подача. Кто-нибудь допрыгнет? Нет, не допрыгал никто. Вынос. Феофилактов. Чуть-чуть, чуть-чуть прибавить надо нашим игрокам. Чуть-чуть добавить в активности. И постараться все-таки забить необходимый для победы мяч. Лежит, лежит наш футболист у чужой штрафной. И надо кому-нибудь выбить мяч из-за предела поля. Возвращают железнодорожники нашим футболистам мяч. Потихоньку уже подтягиваются к полю и старшие ребята. Ребята 1997 года рождения. Кому играть в следующем? Ломовицкий скидывает мяч на Сейхаджу, но получается не точно. Овсайд. Положение мне игры. Хорошо в данном эпизоде действовал Максим Ларин. Намеренно оставил за линию защитников 12 номера хозяев. И боковой альбитр четко на это среагировал. Миронов. Разделкин. Поднимает голову. Кому сделать передачу? Рассказываю направо. Сейхаджа теряет мяч. Достается он железнодорожником. Втроем они бегут вперед. Но лишь втроем. Остальные остаются на своей половине поля. Нескромный. Нарабчинского. Махатадзе. Разбирается в ситуации. Обыгрывает двух оппонентов. Поднимает голову. Делает заброс на 12 номер. Это может получиться опасно. На краю штрафной получает мяч футболиста Железнодорожников. Но замедлил. Замешкался он с принятием решения. И упустил возможность для острого момента. Угловой удар. Хотя почему-то... Нет, все-таки угловой. Попросил боковой альбитр сначала сбросить мяч руками. Но главный альбитр встречи указал, что все-таки корнер будет выполняться. Разыграли его быстро Железнодорожники. Подача. Миронов. Четко действует. На перехвате. И положение вне игры. Торопится. Футболист Спартака. Феофилактов. И просит перебить. Просит перебить этот стандарт. Антон Фролов. Рассказов. Феофилактов. Перевод. Неточный. Рукой подыграл себе в данном эпизоде. Максим Ларин. А главный арбитр находился рядом и заметил это. Не получилось. Снова острые атаки. И более того, снова стандарт будет выполняться у наших ворот. Семь-то шестая минута игры у нас идет. Совсем ничего еще. Играть и счет не открыт. 0-0. Подача. Опасно. Вынести мяч. Макееву зацепиться. Пытаться нет. Не получается. А вот сейчас получится. Вдвоем убегает Спартака в секундра-атаку. Рядом бежит. Наш игрок. Выход один на один под острым углом. Удар. Нет. Мимо. 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 К сожалению, мимо. Никита Киселев вырывался. Слева на чужие ворота. Бил в дальний угол, но не попал. Победа. Что не попало? Где-то начал бегать. Разделы. И где-то человек. Что за парень кто-то вот? Команды готовы? Отворот. Рассказов в отборе. Прекрасно в отборе. Получает сзади по ногам. И вполне возможно, что это все-таки желтая карточка. Да. Желтая карточка заслуживает футболист железнодорожников. Ну, вновь у нас пауза. Пауза в игре. Сейчас, когда время просто тает совершенно ненужное. Подбадривает Леонид Миронов партнеров. Просит их чуть проснуться. Попытаться все-таки забить мяч. А пауза у нас продолжается. О чем-то посвящался Антон Фролов с помощником. Подбежал к футболисту железнодорожников. Что-то ему сказал. Игра продолжилась. Ларин на левом фланге. Миронов. Немножко без предвижения вперед. Феофилактов. Рассказов на правом фланге. Подача. Или это даже получился полудар такой. В створ ворот мяч шел. Впрочем, вратарь хозяев спокойно мяч поймал. Длинный вынос, который срезается. Не получается. Здесь можно навязать борьбу. Дмитрюк, к сожалению, не достает до мяча. Ломовицкий. Нет, не удается обыграть ему. Ивана Шарова. И нарушение правил. Нарушение правил. На 79-й минуте спартаковцы получают право на очень опасный штрафной. Сайхаджа, судя по всему, судя по тому, как он уверенно взял мяч, будет исполнять этот стандарт. И огромным количеством спартаковцы начали подтягиваться в чужую штрафную площадь. У мяча Сайхаджа, у мяча Ломовицкий. Один правоногий, один левоногий. Кто будет выполнять подачу? Тает, тает. Время. Очень важно хорошо исполнить это стандартное положение. Сайхаджа, подача! Нет. Далеко от партнеров пролетел мяч. Спокойно голкипер. Хозяев забрал его в руки. И вновь не получается выжать ничего опасного и стандартного положения. Достаточно. Наша команда подала их во втором тайме. И, к сожалению, действительно острых ситуаций возникало крайне мало. Однажды удалось нашей команде забить мяч, который был отменен из-за офсайда. Хорошая передача на Киселева. Киселева, Киселев, чуть назад под удар. Сайхаджа, Сайхаджа, пас! Грамотно, грамотно действует в обороне. Железнодорожники. Прерывают постоянно вот эти короткие пасы от наших полузащитников. Не доходят они до Макеева. Сайхаджа. Ларин. Миронов. Разделкин. Рассказов направо Киселеву. Минутка, наверное, еще с учетом добавленного времени остается у Спартаковцев. Все уже кричат, что время, подача. Макеев подрабатывает на грудь, врывается в штрафную. Ну, Данил, прострел! Кто-нибудь замкните. Нет, не получается замкнуть. Выносит мяч. И на этом свисток, финальный свисток главного арбитра встречи. 0-0. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова